В связи с закрытием подземного способа добычи угля на шахте Джибарики Хаятампонского района и перехода на открытый способ на шахте, возникли серьезные проблемы с высвобождением большого количества шахтеров и проблемами их дальнейшего трудоустройства. Как планируют решать этот вопрос, расскажет Нина Ханарова. К целью помощи в трудоустройстве в шахтерский поселок выехала рабочая группа под руководством председателя Комитета по занятости населения Республики Саха-Якутия, куратора поселка и другие специалисты службы занятости различных уровней. Главы Тампонского района и поселка Джибарики Хая, директор угольного разреза. До 15 февраля установлен график по ремонту этих двух единиц белазов и у нас будет пять единиц техники. Для максимального содействия в трудоустройстве высвобождаемых граждан было проведено анкетирование находящихся под риском увольнения в количестве 61 человек. Из них 15 изъявили желание пройти переобучение, 5 открыть собственное дело, 21 человек – это пенсионеры и регресс. 15 человек будут сокращены в ближайшее время и после постановки на учет с ними будет также проводиться подбор вакансий. Открыв самозанятость, допустим, вложив какие-то свои средства, если у вас есть, и дальше развивая свой бизнес, в конце года вы можете еще включиться в программу, есть программа в районной администрации, значит, в конце года они грамоты распределяют. В ходе собрания задавались вопросы относительно работы программы по переселению граждан из районов Крайнего Севера, помощи в составлении бизнес-планов, заполнению документов на переобучение, а также вакансии на территории Тампонского района и на добывающих предприятиях республики. Нина Ханарова, Мария Винокурова, НВК Саха, Тампонский район.